Московская битва по праву занимает одно из главных мест в истории Великой Отечественной войны. Все, что не соответствовало идеологии тех лет военных, не подлежало публикации и подлежало в лучшем случае замалчиванию, а то и забвению. Перед нами Ткацкая фабрика города Нарофоминск. Не стали исключением в этом отношении события, которые имели место 1-4 декабря 1941 года в районе Нарофоминска. Хотя, казалось бы, ничто не предвещало подобного. Противник, понеся большие потери, не смог прорваться к Москве с этого направления и был вынужден прекратить наступление и отойти в исходное положение. Тем не менее, эти события после войны оказались забытыми, и о них старались не вспоминать. Можно долго гадать, что послужило этому причиной, но дать достоверный ответ на этот вопрос сейчас уже невозможно. Из воспоминаний немецких солдат. 25 ноября 1941 года было объявлено, что наступление начнется не ранее, чем 28 ноября. 26 ноября наши саперы доложили о готовности моста через Нару Таширова. Между тем, борьба с холодом требовала не меньшей стойкости, чем бои с противником на плацдарме. То же самое было совсем недавно, только вместо холода врагом номер 2 была грязь. Что касается неприятеля, то его положение было прежним. Справа 1-я Московского гордейства и стрелковая дивизия, которая была нам уже хорошо знакома по боям за Нарфаминск с 21 октября, и зарекомендовала себя достойным противником. Слева в районе Таширова находилась 222-я стрелковая дивизия. Ее боевой дух оценивался более скромно. Обе дивизии много раз получали пополнение в количестве до батальона. Позиции противника находились не только непосредственно перед нами. Вторая позиция была оборудована вдоль дороги Нарфаминск-Кубинка с сосредоточением основных усилий в районе деревни Головенькино. И по данным авиаразведки, а также по показаниям перебежчиков и пленных, была хорошо оборудована. Также имелось большое количество минных заграждений. Один из немногих оставшихся в живых непосредственных участников того боя, почетный гражданин города Нарфаминска, полковник в отставке, ныне уже ушедший из жизни, Мищенко Виктор Васильевич, бывший тогда сержантом, командиром отделения 1-й стрелковой роты, 1-го стрелкового батальона 457-го СП, рассказывал автору этих строк в декабре 2010-го года. Наш полк прибыл под Нарфаминск сразу же после парада на Красной площади. Холодно было, хотя на дворе был только ноябрь. До Апрельфки мы доехали поездом, потом шли пешком. Сначала расположились в лесу возле деревни Мякишево, а затем уже заняли оборону по реке Нара в районе деревни Новый. Там у нас в лесу был штаб. Мы даже еще толком не успели изучить прибывшие накануне пополнения, как противник начал наступление. Бой был жестоким. Немецкие танки и пехота смогли отбросить нас к лесу, но мы продолжали оказывать упорное сопротивление. Паники не было, хотя мы понимали, что наше положение очень сложное. Патроны заканчивались, продуктов не было. Это уже потом, когда закончились бои, мы узнали, что противник пытался, разгромив нашу дивизию, прорваться к Москве. Много народу тогда полегло в том бою. Еще больше было раненых. Но мы ведь не думали о смерти. На войне она везде, даже когда и нет боя. Летит снаряд или мина, бах, и нет человека. Я был обычным солдатом, пусть и младшим командиром, и моя задача заключалась в том, чтобы уничтожить врага. А перед нами уже 2000-й год и та самая дорога. Инивка-Головеньки. В то время, как одна часть немцев прорывала оборону, другая, 507-й ПП и 292-й ПД и 27-й танковый полк, приданный на усиление 292-й пехотной дивизии, вышли в районе деревни Малой Семеновичи. Эта деревня сейчас будет снизу. На шоссе Нарафаминск-Кубинка. Вот как раз Малый Семенович, там на перекрестке внизу. После короткого уточнения боевой задачи и посадки части пехоты десантом, на танке колонна, минуя деревню Головеньки, устремилась к деревне Акулово, до которой было около 7 километров. Однако, некоторое время спустя, противника ожидал неприятный сюрприз. Несколько танков подорвались на фугасах, установленных саперами 32-й СД. В журнале боевых действий 292-й ПД эти события описывались следующим образом. Танки откатились назад. 507-й полк при сильном морозе и поземке снова расположился на броне, не взирая на открытые фланги, и тылу стремился в атаку на деревню Головеньки. И дальше, в северном направлении, руководил наступлением командир 507-го пехотного полка подновленник Ханы. Из-за амины чудовищных зарядов на дистанционном управлении большое количество танков, находящихся на них пехоты, вышли из строя. От взрыва один танк разорвало на мелкие кусочки. А перед нами деревня, поселок, пардон, Таширово. В предвоенные годы Таширово было довольно крупным населенным пунктом, в котором много лет находился сельсовет, свидетельство того, что это была своего рода главная усадьба во всей округе. На топографической карте 1940-го года выпуск отмечен, что в деревне Таширово на тот момент времени было 143 двора. А мы сейчас уже находимся в деревне Иневка. И вот памятник воинам, погибшим при обороне Москвы. Субтитры создавал DimaTorzok Обычный, на первый взгляд, рассказ человека, имеется в виду Мищенко, Виктора Васильевича, который, презрев смерть, выставил и победил в том бою, а сколько в нем солдатской правды о том трагическом периоде времени. Положение, в котором оказались подразделения 457-го и 774-го СП, было очень сложным. Однако командиры и политработники смогли сплотить вокруг себя личный состав, организовав отпор врагу. И откуда только могли взяться силы у наших бойцов и командиров. Из промежуточного донесения штаба группы армий «Центр» за 1 декабря 1941 года. 20-й армейский корпус ведет ожесточенную схватку с отчаянно обороняющимися на позициях в лесистой местности неприятелям. Во многом благодаря мужеству и стойкости воинов 222-й стрелковой дивизии, принявших на себя первый и самый сильный удар врага и бесстрашно сдержавших с немецкими захватчиками за каждый метр Ташировской земли, командованию 32-й стрелковой дивизии удалось буквально в течение двух-трех часов организовать оборону в районе деревни Акулова, где к тому времени находилось всего три десятка красноармейцев из состава подразделения обеспечения дивизии. Большие потери, понесенные противником в ходе боя в полосе обороны 222-й СД и на участке обороны 1289-го СП, впоследствии станут одной из главных причин того, что командование 4-й немецкой армии откажется от активных действий на Нарфа-Аминском направлении, ибо сил и средств для продолжения наступления у врага уже не было. Об этом немецкое полевое командование противника признается несколько позже в своих донесениях. Имеющиеся в труде разгром немецко-фашистских войск под Москвой, данные о том, что противник на этом направлении в первые же часы наступления ввел в бой около ста танков, явно не соответствуют действительности. Во-первых, в этом не было никакой необходимости, а самое главное, лесистая местность в районе населенных пунктов Таширова, Новая, колхоз Иневский, Малый Семенович, Головиньки просто не могла позволить принять участие в боевых действиях в таком количестве танков. Максимум, что могло задействовать командование 20-го армейского корпуса противника, поддерживая наступление 478-го ПП 258-й пехотной дивизии в этом районе, это 25-30 единиц бронетанковой техникой. Да и то, их применение было сопряжено с большими трудностями, в первую очередь, с насыщением полосы обороны 222-й СД минными полями.